Проверим. Итак, мне на обзор дали вот этот рюкзак. Но у меня уже есть один рюкзак. И я подумал, что будет идеально сравнить мой рюкзак со свойствами этого. И узнать, насколько он комфортен, прочен. Ну, а также проверим, что он вообще умеет. У нас имеется рюкзак Bobby Urban от ребят из XD Design. Которые делают популярные рюкзаки для обычного городского стиля. Это сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Который считается непрорезаемым обычным ножом. Уникальная технология, которая позволяет избавиться от любых порезов. Верится с трудом, потому что, если посмотреть внимательнее, то это какая-то тонюсенькая ткань, которая, по сути, может прорезаться практически чем угодно. Хоть куском картона. Поэтому я... Теперь нужно открыть кодры самому. С этим я притащил свободно, чтобы проверить, действительно ли этот материал непрорезаемый. Нож достаточно острый, вы не переживайте, я его подточил как следует. Мощнейшим толчком пытаюсь прорезать, чтобы вы видели. Он прорезался. Все же, не так уж и непротыкаемый этот материал. Но, учитывая, что нож достаточно острый, острием прорезать можно практически любой материал. Если говорить о разрезании его, то тут уже все намного интереснее. Он не режется. Как ни в чем не бывало. Но, если честно, я не знаю такого грабителя, которому взберет в голову так жестко тыкать вас ножом. Это может быть только какой-нибудь убийца. И в этом случае рюкзак, скорее всего, вас спасет. Я возьму все вещи, которые обычно таскаю с собой в этом рюкзаке. И переложу их в тот рюкзак, который мне дали на обзор. Проверим, насколько все это будет удобно и сможет ли все это в него влезть. Обычно я таскаю с собой макбук, жесткий диск, зарядник для макбука, курточку на случай, если дождь пойдет, всякую мелочь, типа маркеров или других мелких штук, хомуты, да, хомуты, хомуты нужная вещь. Также таскаю с собой документы и мелкий блокнот для записи. Ну и, естественно, GoPro-очка, подертая временем, также всегда с собой. И еще одна вещь, это, разумеется, это камера со штативом и микрофоном. Все это вообще спокойно влазит в рюкзак и не доставляет никаких неудобств при переноске. В отличие от обычных рюкзаков, у него есть конструкция Roll Top. Это когда верх рюкзака можно закрутить несколько оборотов и закрепить кодовым замком. В лямке имеется карман для всякой мелочи. В задней части также имеется карман для каких-либо мелких вещей, вроде ключей, документов и так далее. В передней части имеются светоотражатели для того, чтобы ночь у вас не сбила машинка. Потому что кто знает, куда вас таким рюкзачком занесет. Я использую этот рюкзак уже третий день. В нем я таскаю все барахло, которое я обычно таскаю в своем стандартном рюкзаке. И должен сказать, что все это носится намного удобнее, потому что мой прежний рюкзак выглядит намного тяжелее, чем этот. Но есть одна проблема. Если мне нужно что-то срочно, например, достать камеру и что-то снять, с этим рюкзаком такой трюк не получится. Потому что его нужно снять, расстегнуть, засунуть туда руку и искать камеру. Забыл упомянуть одну маленькую деталь, которая имеется у этого рюкзака. Сначала обнаружил, что все это можно сворачивать и закреплять маленьким рюкзаком, который находится в центре рюкзака. То есть не обязательно скреплять все кодовым замком постоянно. Чтобы подобрать комбинацию и заново его открыть. Вы просто можете свернуть все, закрепить этим ремешком и не париться. Следующая штука, о которой я хотел поговорить, это вот такой вот стайловый ремешок, который находился внутри рюкзака. Я обнаружил его чуть позже. Им вы можете прикреплять к рюкзаку мяч, шлем, каску или какую-нибудь объемную штуку, которая уже не помещается в ваш рюкзак. Вы просто закрепляете этот ремешок на фронтальную часть рюкзака и прикрепляете с помощью его дополнительные вещи. У меня не оказалось под рукой ни мяча, ни каски, поэтому я прикрепил плюшевую уточку. Оба рюкзака я протестил на промокание. Мой рюкзак, конечно же, все впитал. С рюкзака Бобби вода просто-напросто слетела, как кусок масла с тефлоновой сковородки. Поэтому при тесте водой мой рюкзак оказался в отстойнике, а рюкзак Бобби Урбан в плюсе. А теперь настало время для выводов по данному обзору. Лично мои впечатления. Этот рюкзак очень удобен для походов по городу. Вы можете таскать в нем макбук, тетради, блокноты и все другие штуки, которые необходимы для того, чтобы вы чувствовали себя достаточно комфортно в рабочей городской атмосфере. Эта штука идеальна для таких походов. Плюс ко всему вы не будете ограблены с таким рюкзаком, это точно. Если вы снимаете видео, если вы блогер или фотограф, или чувак, которому постоянно нужно доставать какую-нибудь штуковину из своего рюкзака, эта штука не очень удобный вариант. Тут победительным выступает мой рюкзак. У него можно сложить достаточно много аппаратуры, он быстро расстегивается и служит прекрасным хранилищем для моей техники. Так что это идеальный вариант для путешественников, видеографов, блогеров и фотографов. Это идеальный вариант для городских жителей, кто любит работать в кофейнях, в офисах и кому не сильно приспичит резко достать из рюкзака какую-нибудь штуковину. Потому что, чтобы его расстегнуть и что-либо достать, на это уходит достаточно много времени. Но в дождь эта штука будет намного надежнее, чем мой рюкзак. В него умещается все, что я таскаю в этом рюкзаке. Это ему также плюс. Плюс ко всему носится это все намного комфортнее, чем в этом рюкзаке. Этот вариант более подходящий для путешествий и для дальних расстояний, потому что он достаточно большой и громоздкий. Но этот более компактный и удобный. Поэтому, если вы не любите дискомфорт и таскать на ключах тяжести, эта штука облегчит вам всю нагрузку. Ну вот и все. Такой обзорчик на рюкзаке, ребятки. Если вам понравился данный обзор, не забудьте размазать долгую кнопку лайка внизу по данным видео. А также подписаться на наш канал, где мы будем делать еще больше крутых обзоров на всякие крутые штуки. Спасибо X-D Design за их Bobby Urban, которые дали нам на обзор. Надеюсь, в будущем мы снимем еще больше всяких прикольных штук. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!